Во вкладке сообщества на ютубе я поделился с вами одной идеей. До выхода Сталкер 2 остается совсем немного времени, и за это время я хочу пройти все культовые моды на Сталке. Хотелось бы начать с пространственной аномалии, однако есть такое мнение, что этот мод заезженный, и многие его уже проходили. Я не могу сказать, будет ли вам интересно смотреть это прохождение. Давайте так, если эта вступительная серия набирает много лайков, просмотров, комментариев, то я прохожу данный мод до самого конца. Если же нет, то выберем другой мод, это не проблема. Пиши свое мнение в комментарии, не забывай подписываться на канал с колокольчиком, и я начинаю. С возвращением из потустороннего мира, парень. Никто уже не надеялся, что ты придешь в себя. Четыре дня без сознания пролежал. Да, здорово тебя выбросом долбануло. После такого бы никто не выжил. Но ты жив. Хорошо это или плохо, пока не знаю, не определился еще. Но то, что это странно, вне сомнений. Так, хватит об этом. Свиду ты вроде нормальной, но вот наемничьи атрибуты твоими не нравятся. Ты чей будешь? Зверь я, наемник. Что это за место, кто-то такой. Ммм, наемник? Значит, я не ошибся. Ну что ж, наемник. На первый твой вопрос ответить будет сложно, потому как я сам не в курсе, где мы находимся. Мистическое место какое-то, давно же торчим здесь. Видать, зона на нами так шутит. А кличут меня лютым, будем знакомы. Да, кстати, ребята не очень обрадуются, что среди нас появился наемник, поэтому прошу вести себя сдержанно. Все мы оказались в довольно сложном положении, поэтому нервы многих не к черту. Надеюсь, мы повадим и обойдемся без конфликтов. Что ты так унесешь? Какое еще мистическое место? Я не знаю, наемник, не отсюда выхода. Куда ни пойди, вечно к этому гребаному сараю возвращаешься. Еле-еле сводим концы с концами, чтобы не подохнуть от голода или отварь какой-нибудь. С патронами тоже напряг большой, а мутантов не счесть. Хрен его знает, как они с топутиной ходят. Черт, вот же вляпался. Сколько времени бы вы здесь торчите, где моя саряга? Я ищен сталкер примерно 7 месяцев. Другие 3 месяцев до 1. Касаемо саряги твоей, 4 дня назад один из наших пошел в обход окрестностей и наткнулся на твою безознательную душу. Где твое снаряжение, я ума не приложу. Все, что было при себе, это пистолет, несколько пачек патронов этот комбинезон, который стал похож на тряпку половую. Понятно, что принадлежать тебя, выполнять все мои приказы я не могу, но я предлагаю тебе примкнуть к нашей группе. Так у тебя будет хотя бы шанс сдохнуть чуть позже, чем без нас. К тому же, и мы в твоих умениях были бы крайне заинтересованы. Надеюсь, ты меня услышал и дополнительных проблем для нас создавать не будешь. В любом случае, у тебя появится несколько новых проблем. Мда... Ладно, успокойся, я не собираюсь создавать проблем. Лютый, зомбированные уже на холме. Если их не остановить, то они скоро и к сараю дойдут. Угу, наемник, сейчас очень пригодилась бы твоя помощь. Зомбированные все ближе и ближе к пасти подбираются. Надо прикончить их, иначе скоро сюда припрутся. Никто, кроме меня, не сможет разобраться с этим. Некогда думать тебе нужно получить заку. Это именно он тебя в лагерь притащил и выходил. Хотя некоторые были против. Так что теперь это в очередь вернуть должок. Да, кстати, я видел несколько пачек патронов для калаша в твоей разгрузке. Если дашь мне тебе пачки патронов, то смогу выделить тебе напарника. Пойдет такой расклад. Ладно, держи патроны. Слушай, москит, бери зверя и дуйте к зомбированным. Их нужно уничтожить любой ценой. В противном случае они скоро и к нашей базе доберутся. Оставшиеся патроны у тебя выстреливай. Зверь дал нам немного. Ну все, не прощаюсь. Надеюсь, еще вы не все. Здравствуй, наемник. Готов? Поломалось что-то? Тогда иди вперед, а я прикрою тебя сзади. Неплохо ты придумал. Ладно, пошли. Так, уничтожат зомбированных. Погнали. Таблетка от головной боли сейчас не помешает. Наемник, у меня патронов нет. Огнем поддержать не смогу. Это ты говоришь? Ну да, судя по аватарке, ты и потаил и сей башке. Так, ладно, а вон и зомбу. Ой-ой-ой, ничего себе вы. Ну все, справились вроде бы. Обыщи трупы. Нам сейчас нужны любые припасы. Без проблем, вот аптечка, допустим, это хорошо. Бизон нашли, еще аптечка. Так, калашников сюда. Так, где еще челик? Вот еще какой-то чел. Какая-то записка, что ли? Прочитать найденную записку. Итак. Вот же, блин, понесло меня нелегко в Припять. Лучше бы сидел себе в баре, да горе не знал. Командир послал нас какую-то аномалию проверить возле старого КПО. Что-то типа пространственной аномалии. Если бы тогда знал, что нас ждет, не пошел бы туда никогда. Поначалу все спокойно вроде было. А потом, когда мутанты со всех членов нас повалили, мы со страхом в эту аномалию сиганули. А что люди уже здесь, в этом месте. Куда бы ни шли, всегда возвращаемся обратно к этому сараю. Сколько это может продолжаться? Думаю, это конец. Живыми отсюда точно не выбраться. Патроны на исходе. Долго мы без них не протянем. Хорошая работа, наемник. Возвращайтесь с москитом на базу, меня не ждите. Это реально серый, кстати. Ну хорошо, так, у меня что, какая-то записка есть? Ага. Я одолел этих пороков зомбированных. Эх, зона. Что же ты с людьми вытворяешь-то, а? Они тебя породили, а ты? А вот на бой зомбированных была какая-то записка. Содержание вызывает вопросы. Думаю, Людому будет интересно взгнуть на нее. Я выдвигаюсь обратно к сараю. По совместительству к базе. До сих пор поверить не могу, как встряв во все это. А как смог выжить? Во всем этом стоит разобраться. Тут я согласен. Так, у меня, в принципе, есть калашников, я так полагаю, и бизон. Да, и лучше все все-таки использовать пока. Все-таки это какие-то какие-то автоматики. Так, ну что? Расскажите о находке Людому. Ну, пошли. У меня еда есть? Ну, еда у меня есть. Но судя по тому, что здесь очень все плохо всегда, пока что я не буду ничего кушать. Ну что, наемник, справились с зомбированными? Да, зомбированные нейтрализованы. Москит не пострадал. Это хорошая новость, наемник. Нашли в рюкзаках этих бедолаг что-то интересное? Да, первое, что удалось обнаружить, это то, что все зомбированные принадлежали группировке долг. У одного из них в рюкзаке нашел записку. И что там было написано? В записке описывается это место. Мы сейчас находимся внутри некой аномалии. Долго ведь называл эту аномалию пространственной. Мне раньше приходилось слышать о подобном. Хм, пространственная аномалия, говоришь. В записке нет никаких зацепок по поводу выхода из аномалии? Нет, кстати, у меня вопрос. А, как что попали зомбированные? Твою мать. Понял? Так, это плохая идея, надо его обойти, короче. Так, где это падало? Ага, 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 агу. Последним патроном, серьезно? Черт, только таких подарков зоны мне не хватало. А обыскать его нельзя, да? Никак пока что. Я у него кстекалашников украл. Хе, у него он заряжен, кстати. Ладно, пока буду бегать с ним, потому что патрончиков очень много на него. Ну как много, а бойма целы вообще-то. Твою мать, контролер падла. Что же не так везет на тварей в последнее время? То зомби пролезли, теперь это чудо. Кунцкамера, а не зона отчуждения. Убит говнюк. Теперь мы знаем, почему эти долговцы превратились в зомби. Их свела с ума эта тварь, которая только что слегала под нею пулями. Теперь вероятность нашего шанса на спасение повысилась на 2%, и составляет 3%. Мелочь, а приятно. Я согласен. Ладно. Мужик, а ты с пистолетиком, да? Хе, ладно. Черт, моя голова. Что же за напасть такая? Ладно, теперь хоть знаем, как зомбированы сюда попали. Неожиданный гойск нам на огонек заглянул. Однако. Интересно, почему ты не попал под его влияние, как все остальные? Не знаю. До этого я уже попадал под влияние контролера. Ему почти удалось мне зомбировать. Но меня спас рыба. Наверняка хороший мужик этот рыба. Да. Ну и хорошо, что в этот раз ты не попал под влияние контролера. А то бы мы сейчас все у него на поводке были. Чем я думал? С нашим охранным, да и с того кто угодно попасть может. Самое страшное, что эти зомбированные уже не первый день около сарая ходили. Контролер тоже не был. Постоянно у нас под боком был. Самое главное сейчас раздобыть побольше патронов для парней. А то без них любая защита не имеет смысла. Ты прав. Но дефицит патронов не главная проблема. Наш запас еды почти на нуле. С пяти водой плохо дела обстоят. Боевой дух у парней все ниже и ниже с каждым днем. Многие говорят, что выход отсюда нет. И мы все помрем здесь голодной смертью. Подобные мысли у меня в голове проскакивают. Но я стараюсь их отгонять. Я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы найти выход отсюда. Надеюсь, что мы все же сможем его найти. Мне хочется погибнуть здесь. Да и ребят, жалко. Не думал я, что зона подарит мне такой подарочек. Заживать свои дни в заперти. Хочу вернуться назад, домой, к жене и дочери. На кой черт мне эта зона сдалась? Да, ситуация не с простых. У тебя есть ко мне что-то еще? Слушай, зверь, храново ты что-то выглядишь. Столько времени пролежал в отключке, но, видимо, это не пошло тебе на пользу. Ты сейчас контролером не лучше лекарства. Ты пойди отдохни, а то больно на тебя смотреть. Наш разговор утром продолжим. А я пока ребятам скажу, чтобы убрали тело этого мозгового отсюда. И правда, поспать сейчас не помешало бы. Так, лечь спать. Самый сложный квест в жизни у меня. Тогда всем здравствуйте. Это что, спустение? Нет, так, мы хотим уже довольно-таки сильно кушать. Давай хлебушка поедим, наверное, все-таки. Это какой-то лабиринт. Это какой-то пиз... А это, подожди, это фляга с водой, да, все-таки? Просто пить тоже хочу. Давай попьем, потому что флягой у нас целых три штучки. А где вообще? Что это такое? Где? Я пока вертушки не вижу. Вон, вижу вертушку. Так. И ты хочешь сказать, кто-то выжил после такого? Ну да, кто-то есть еще. Но и с чем я также есть аптечки, чтобы его вылечить? Вот же, угроздила меня. Мужик, мужик, деби, я не могу терпеть это. Да погоди ты, может, я еще могу чем-то помочь. Думаешь, у меня есть шанс? Адская боль просто, не могу терпеть. Облегчу мои страдания. Выживешь, я видел ранее похуже. Для начала нужно тебя аптечкой подлечить, чтобы ты смог к базе дойти. Ладно, делай все, что хочешь, только пусть прекратится эта адская боль. Давай свою аптечку сюда. Держи. Ну вот, а ты ныл. Все, мужик ползет. Хотя бы так. Аномалия не отпустит нас, наемник. Никогда не отпустит. Это ты, наемник? Выглядишь уже лучше. Спасибо, что сомбированных хотелеть помог. Тебе спасибо за то, что мою шкуру спас. Скажи, ты помнишь место, где меня нашел? Возможно, там что-то из месс-реги осталось. Помню, как не помнит-то. Только ничего там не найдешь. Я тот квадрат излазил вдоль и поперек. Сам пытался эту сырягу отыскать по возможности и выход из этой дыры. Однако я все еще здесь, как видишь. Но ты же все же скинь координаты. Хочу сам все проверить. Да, пожалуйста. Так, вроде бы все. Проверь свой КПК. Благодарю. Иду поищу свой рюкзак. А где? Ага. Дополнительное задание. Точнее, действие. Найти свое сношение в указанном районе. Все-таки найти. Тебе там что-то есть? А эти диалоги еще есть? О, может, что расскажешь? Ну, это, походу, байки. Кем был раньше. Ну, и, в принципе, понятно. Пока никаких крестов нету. Но что, военные? Добрались. Благодарю за помощь. Кто его знает, как бы все обернулось, если бы ты не помог? Более тихо немного. Расскажи, где мы? Что это за место? Ты слышал что-нибудь о пространственном пузыре? Ну, слышал кое-что и знал в общих чертах, что он себя представляет. А что? Поздравляю. Ты как раз-таки сейчас в этом пространственном пузыре. Вот же. Гораздо у нас к складам именно сегодня лететь. И что самое главное, хрен его знать, как мы над этим местом вообще оказались. Его ни на одной карте наших маршрутов нет. Ладно, проехали с этим. А вы, как я понял, выхода из аномалии не нашли. Нет, пока не нашли. Где остальные военные вертолеты сейчас? Хреново. Все вертолеты, вернее, в том, что от него осталось, разорвало, ребят, скорее всего. А меня по счастливой случайности через окно волны выбросило. Гребаная воздушная аномалия. Что бы я? В секунде вся электроника выгорела. Ладно, поправляйся бы я. Скоро нам понадобится твоя помощь. Ага. Ага. Может быть сейчас со всеми поговорить, они там что-то со мной ставятся какой-то контакт наводить. Че? А, болты пять штук. Понял, понял, погоди, ладно. Но и дела. Я уж подумал, что это был наш билет на свободу. Не хочет нас аномалии отпускать. Как там это века? Жить будет? Да, думаю, да. Самое сложное уже позади. Ранение не смертельное. Скоро бегать сможет. Это хорошо. У меня есть подозрение, что до всего этого это место было каким-то военным объектом. Возможно, он сможет дать нам новую информацию об этом месте. Возможно и так, но пока он вратой сможет помочь. Пусть начало здоровья свое восстановит немного. Это да, торопить его не надо. Думаю, у нас хватит медикаментов, чтобы окончательно поставить его на ноги. Жаль, что среди нас нет медиков. Кстати, вижу, ты уже выглядишь намного лучше. Сон однозначно пошел тебе на пользу. Да, чувствуй себя лучше. Хоть боль головная прошла. У меня с провизией беда. У вас есть какой-то запас еды? Поговори с дуболомом по этому поводу. Он поможет тебе решить данную проблему. Да, еще одна. Тебя змей просил к нему подойти. Сказал, что у него к тебе важное дело. Как разберешься со всем, то подойдешь ко мне. Поговорить не надо будет. Хорошо, пойду поговорю. Так, поговорить со змеем. Это ты же змей, это трезак у нас. Я понял. Пойду я, ага. Так, 27 реально познакомился. Лучше. Кто такой? Это шуруп. Здравствуй, наемник. Раз, что ты в порядке. Я тут вроде как местный техник. Можешь приносить не сломанные стволы. Буду покупать у тебя их. Увы, но чиню и модифицирую зарагу. Я не за бесплатно. Собираюсь в итоге покинуть это место. Поэтому стараюсь понемногу собирать деньги. Да и сломанные детали у других тоже за что покупать нужно. Кстати, если держишь здесь какие-то инструменты, то принеси мне на еду и применение. Понял тебя. Буду иметь в виду. Так, ты скупаешь. А, все. С кайфом скупает. Но ты знаешь, что бы я себе оставил. Так, здесь у меня, конечно, один пуколетик. А вот какой будет лучше? Вальтер либо Беретта. Ха, как-то тут непонятно, если честно. Может быть, вот так сделать? А, вот так, да. Вот так понятно. Ну смотри. Беретта будет получше, чем Вальтер. Поэтому сейчас, наверное, я... Или что? Что, подожди, что выбрать-то в итоге? Беретту, может, выберем? Она точнее будет. Ну давай, да. Вальтер сейчас отдадим тебе. ИПМ отдадим. Так, пистолеты. Вальтер. ИПМ. Стоточку заработали. Ну неплохо, ладно. Пока тут пусть полежит у меня. Бизон сюда. Дальше. Ну давай вообще вот так пока будем бегать. Куда ты выкидываешь? Вот так. С кайфом. Все, отлично. Так, это у нас вояка. Пока все у него нормально. Пусть лечится. Оп, москит. Слушай, зверь. Спасибо, что зомбирным подсобил. Ты сейчас не занят? Дело к тебе имеется. Нет, не занят, что ты хотел. В общем, лежит у меня здесь неподалеку, в схроне СВД. Хорошая снайперка. Но патронов у меня к ней нет. Можешь поискать для меня патроны к ней? Найти для начала пачку хотя бы. Взамен дам тебе патроны к калашу. У меня как раз значка появилась. Да не, джат сверху подкину. Ну что, поможешь мне? Помогу, небысь. Так я же тебе патроны дал, сейчас ты такой. О, значка появилась. Говнюк ты, конечно, а, москет-гов... Ну ладно, если чё найду. Так, болты. Что нельзя взять? Резак вроде молчал. Ты кто такой? Кувалда. Здравствуй, наёмник. Давай знакомиться, что ли? Меня тут все кувалды называют. В прошлом Саводовец был. Сейчас уже нет. Оставил мне это место с взгляда на жизнь пересмотреть. Но мою ключку тоже знать должен, зверь я. Не буду лукавить и говорить, что это приятное знакомство. В своё время ваши ребята с частеньками на дорогу переходили. Увидел бы тебя несколькими месяцами ранее, разговор у нас не сложился бы. Но, как я сказал до этого, мне пришлось пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ну, если ты с долговцем под дной крышей ужился, ты с наёмником подавно сможешь. Змей хороший парень, мы смогли найти общий язык. Да и это место помогло нам сплотиться. Всё же надо думать, как вырваться из этого в ушки, а не руководствоваться тем, что наши грубровки враждуют. А какая-нибудь помощь нужна? Хорошо, что ты спросил, наёмник. В генераторе топливо заканчивается, а канистры уже все пустые. Если не найдём топливо для него, то станем себе без света. А это у них что-то точная проблема. Ведь ночью мы вряд ли без света сможем расстоять любого, кто захочет наведаться к нам в гости. Будь то мутант или враждебно настроенный сталкер. Попробуй искать топливо. Я за это тебе два бинта и аптечку дам. Увы, это всё, что я могу предложить. Ладно, ты пытаюсь найти топливо. Давай до связи. Здорово. Ты такой Маркус. Приветствую, наёмник. Мы пока не успели с тобой познакомиться. Меня Маркусом кличут. Ты нам здорово помог. У нас хоть какой-то запас патронов появился, что не можешь не радовать. Будем знакомы. Меня зверем кличут. Но ты и так должен об этом знать. Это да, значит данное место пространство аномалии именуется. Стало быть, выход отсюда всё же есть. Осталось только найти его. Ты сейчас не занят, мне твоя помощь нужна. Нет, не занят. Что за помощь? Ничего особого сложного. Мне нужен артефакт выверт. Он хорошо радиацию из организма выводит. Как видишь, в гравитационных аномалий здесь хватает. Он точно должен появляться в этих местах. Сам сходить не смогу. Вокруг мутантов куча. А патронов у меня почти не осталось. С наградой не обижу. Не переживай. Есть у меня другой артефакт. Он хоть и радиоактивен, но полезные свойства у него всё же есть. Ладно, попробую найти тебе этот выверт. Здорово. Слушаю тебя. Здравствуй, ты с камня? Да, зверь. Как ты мог заметить, дефицит еды и патронов это не единственная наша проблема. Помимо этого, у нас катастрофически не хватает питьевой воды. Хоть после старая есть колодец, но вода в нём радиоактивная. И пить её, не чистив от радиации, опасно для жизни. Но есть выход. Временами внутри аномалий можно встретить аномальные растения. Когда я помогал учёным на интере, те с помощью такого растения чищали воду путём кипячения его в воде. Ты хочешь меня на поиски какого-то гербара отправить? Это не мой профиль. Нет, зверь. Тебе искать ничего не надо. Рызак сообщил мне несколько точек, где он с вышки накануне видел подобное растение. Просто сходи со мной. Там мутантов много. А у меня патронов совсем чуть-чуть осталось. Подсобишь? Ладно, прикрой тебя. Когда отправляемся? Прямо сейчас. Ну пошли, сходим. В чём проблема? Так, тогда вот это кто такой? Это дублом, да? Попозже с тобой поговорим, мужик. У меня тут дело появилось. Прямо срочное, типа. И надо бы, кстати, нам бы вещи сразу найти где-нибудь свои здесь. И выверт поискать. А детектора? А, чем я тебе выверт собираюсь искать? У меня даже детектора никакого нет. Зомбях вряд ли он есть. Я тут вроде как всех обыскал. Да, Маркус. Ты, конечно, гений квестов. Гений квестов, да. Ладно, ты пока иди. О, сейчас будет и чувство резня, да? Ну давай, повоюем. Тихо. И сейчас вот чёрт поймёшь, где фантом на самом деле. Так, ну, может быть, всё-таки сейчас как-то нам, пока он там что-то ищет, попытаться найти свои вещи. Так, метка находится вот здесь. Ну, тут пусто у нас. А, вот и вещи мои. Нет, это было очень просто, кстати. Фу-ху-ху-ху. Сюда, моё, ко мне. Там, получается, мне теркалаш не нужен. Хотя, подожди, по поводу стад давайте посмотрим. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Но состояние сами видите, да? Так что, как бы, вот такие дела. Так, там у нас кто-нибудь есть. Он, конечно, тут ходит. Там кабаны уже закрылись, ладно. Хотя, на Мале тут просто куча, поэтому, наверное, это не проблема для него. Ну, ладно, давайте побегаем около него, что ли. Вот, по-любому, в машинах, в этих бункерах что-то присутствует прям 100%. Так, а тут что? О, о, вот и патрона нашли. Великолепно. Правда, радиацию схватил. Но она не смертельная, мягко скажем. Так, а вот в этом вот... А где он? А, вон он. А вот тут что-нибудь будет интересно мне или нет? Ну-ка. Ну, не во всех всё-таки, наверное, машинах и прочих будет хабар. Ладно. Дядька, ты куда полез-то? Так, вот ещё какая-то машинка, может быть, тут что-то припрятали для меня? Не, здесь у нас ничего нету, наверное. Я, во всяком случае, не вижу. Вот ещё одна такая же машинка. О, что-то, что-то есть. Болты пять штук. Ну, сойдёт, ладно. Учитывая то, что они здесь конечные, самое то. Так, какой-то сарайчик, я его примерно помню. Инструменты детектора медведь нашли, отлично. О, вот те и канистры. Слушай, нифига мы так вообще нафармились. Ну, это маленькая локация, типа, я чуть-чуть помню. Вот, допустим, то, что утражали инструменты, я точно помню. Про всё остальное. И про патроны помню, что они лежали в какой-то машине. Как-то всё-таки ещё как-то начинал я играть в пространство аномалии. Но так ни разу не допрошёл. Так что, надеюсь, то, что в этот раз да пройду до конца. Но для этого нужна ваша поддержка. Так что, поставьте лайк, кто этого ещё не сделал. У меня кстердятся слегка присутствуют. Но в целом я могу сейчас пантерат использовать, наверное, да? И всё, и всё будет хорошо. Итак, собственно, что? Вот и всё, растения у меня. Спасибо, что прикрыл зверь. Теперь смогу заняться очисткой воды для группы. Этих растений должно хватить на какое-то время. Кстати, если у тебя закончится вода во фляге, то заходи ко мне. С радостью чищу для тебя воду. Да не за что. Принял, как закончится вода во фляге, зайду. Так, у меня вода во фляге ещё не закончилась. Она у меня ещё есть. Это хороша. Так, выверт. Пока я не нашёл никакой у тебя выверт. Подожди. Зато нашёл канистру. Ага. Вот, держи канистру. Бинцы, всё. Сюда. Так, нашёл патроны, кстати. Держи. Ага, вот так вот. Так, ты мне патронный калашон здесь сдашь? Даёт. И 3000 сверху даёт. Это хорошо. Я здесь тайник видел. Давай пока вот это выложим. Блин, он, конечно, убит. Давай тоже его, наверное, выложим пока. Походим с пукалетиком. А данный калашников сейчас мы отдадим тебе. А, вот я ещё инструменты принёс, кстати. Держи, да. Так, автоматы. 350 рублей, всё. Сколько стоит починить костюм? 3000. Мне кажется, пока не стоит этого делать. Темп огня. 240, 240. Ну, пока ладно. Пока нет необходимости что-то какие-то грэды себе проворачивать. Так, что нам нужно сделать? Больше никаких побочных квестов нету? Ну, не знаю. Давай сейчас поговорим с дуболомом, наверное. Или что? Или сначала артефакт для Маркуса поищем. Давай попробуем сейчас его, конечно, поискать. Вот буквально чуть-чуть. Опа. Чё это такое? Там какой-то телепорт, походу. Куда ты лезешь, а? Падала. Это ещё нифига, кстати, не фантом. У нас собаки, наверное. Они, конечно, будут мешаться мне, наверное, сильно. Довольно-таки. Мне лучше всё-таки, наверное, их убить, да? Они тут постоянно спавнятся ещё. Это минус, конечно. И где-то здесь по-любому должен иметься артефакт. Ну, давай, 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 давай. Вот тебе и выверт. Сюда. Ну, я говорю, локация очень маленькая. Вот тут вообще эти квесты выполнять прям одно удовольствие. Они очень легко выполняются. Так, радиация минус 3. Ага. Ну что, Маркус? Здорово. Чего хотим? Вот, держи. Так, дает он 2500. И какой-то цепень даёт. Цепень, он сильно радиоактивный. Ну да. Ну, такой сярт, если честно. Ладно. Погоди, я тебя знаю. Ты-то самый наемник, что мне всю собаку на картоне завалить помог. Не так ли? Да, это я. А зонда, оказывается, тесная. Да, согласен. Ох, натворили вы тогда делов. Я ничего о тех событиях не расскажу. Может, не волноваться. Всё то, что там было, это моя работа и ничего более. Ладно, буду думать, что так оно и есть. У тебя ко мне какие-то вопросы? У меня провисия закончилась. Лютый сказал, чтобы я с тобой на этот счёт поговорил. Может, для тебя это будет открытием, но привычной еды у нас нет. Последний запас консервов и колбасы, что у нас был, от тебя как раз достался. Но этот запас уже из черопа. Нахани, твари, всему еду съели, ладно. Поэтому опять придётся на кабинетину и собачатину переходить. Этим мы питались всё это время. Что здесь торчим? Конечно, у нас остаётся шанс отравиться в любой момент, но при правильной готовке и употреблении этого можно избежать. Не думал, что придётся местную фауну жрать, но выхода особого нет. Ну, выбирать тебе нет из чего, поэтому давай попробуем сменить твой привычный рацион. Сходи, пострели нескольких кабанов, а потом просто приготовь их мясо на костре и всё. Хотя бы голодным пройдёт здесь не придётся. И как мне понять, правильно я приготовил мясо или нет? Давай так, пожар один кусок мяса и принеси его мне. А я скажу, правильно ли оно приготовлено или нет. Только мясо пожирнее у кабанов, а я же оно вкуснее. Понял тебе дублом, я пошёл. Я пошёл, так, а шо? Ну, я там кабанов видел, конечно, я их уже убил. Или не убивал, я их, я не помню. Просто их убил, да? А, аномалия. Так, один человек. А, это из базы, походу. Не, вон кабанюха бегает. Так, давай-ка с пуколетикой тебя затыкаем. Один в аномалию влетел, второй код сникста. Всё, затыкали. О, шоточков. Тут, в принципе, нольки много кабанов. Так, сюда. Вон, ещё одного вижу. Сюда. Так, тут какой-то тайник, что ли, лишает такой... Воу, нет, это нихера не тайник никакой. Артефакты тут есть? Нет, артефакты. Теперь необходимо найти где-нибудь костёр. Это вот явно же тайники, как будто. Но нет. Я вот этот бункер, кстати, что-то как-то не прочекал толком. Но, походу, он тут закрытый. Хотя тут личный ящик показан, по-моему. Верзия перта. Ладно. Неплохо было бы с тобой перебраться, кстати. Мне кажется, это побезопаснее место будет. Плюс ко всему, возможно, там что-нибудь есть в плане провизии там или ещё чего. Так, ладно, сейчас мы это мясо приготовим вон на том костераке, наверное. Так. Иша, иша, иша. А как это делать? Подожди. А, вот, готовить мясо. Кабана. Так, кабана и кабана. Всё, у меня три мяса кабана имеются, да? Так, и что? А, радиационное облучение плюс 600. Нет, это много. Не, ну, конечно, она сытая довольно-таки вроде как. Ну, 600 это, по-моему... Ну, хозя, по-моему, это много. Детейри тоже много. Детейри это вообще, по-моему, смерть. Сразу же, ну, не сразу же, но, короче, вы поняли. Короче, держи. Так, приготовил ты его правильно, как раз то, что нужно. Мясо только прожарки можно есть, шанс травиться минимальный. Спасибо за ценный совет, буду знать, да и мясо здесь намного проще раздобыть, в отличие от другой еды. Я за что наёмник. Надеюсь, что ты запомнил, как именно надо готовить мясо. Это важный момент. Запомнил, не переживай. Ладно, пойду я. Так, давай сохранимся. В принципе, я все квесты выполнял, вроде как. Какие мог. А, ну, кстати, я реально все квесты выполнял. Ай-яй-яй, в костёр влетел. Заработал денег и чему-то обучился, вот прям по минимуму. Нужна твоя помощь в одном деле. Был у нас один сталкер, мы его падальщиком прозвали. Да вот пропал два дня назад. Но я не хочу думать, что он попросту умер. Что ещё за падальщик? Да если бы не он, зверь, нас бы не было уже давно. Он прочесывал местность, собирал с трупов в округе всё, чем те были богаты. А два дня назад шоу так и не вернулся. Услышал какой-то сигнал недалеко от базы. Пошёл проверить и не вернулся назад. Я на его поиски ребят отправил, резака и москиты. Но они не нашли его, но взамен нашли тебя. Я до сих пор одного понять не могу. Как же всё-таки ты выжил? Ведь всего за десяток метров слепые псы обитают. Понятия не имею, как он всё же жив, а это главное. Ладно, протешу местность. Может, найду чего тогда. Буду очень благодарен, мало кто сможет заменить падальщика. Ему так много удавалось собирать за день, сейчас мы и половину этого не находим. Если найду, сообщу. Так вы на базе сидите и нихера не делаете. Естественно, вы ничего не найдёте. Так, добавлена новая записка. Лютый довязался с этими просьбами. А не пошёл бы этот Лютый? То это найти, то другое принести. Зверь превратился в мальчика на побегушках. Что скажут в синдикате, если узнают об этом? А впрочем, в нашей ситуации говно пирожное. Продёпшего блога стоит побегать. В конце концов, от этого и моя жизнь зависит. Ну да, справедливо. О! Нет, видите эту метку на карте? Это же метка трупа её не было, очевидно. Так, а подожди. Да, вон какой-то трупешник. Ну-ка. А, невидимая стенка. Ну, короче, нужно как-то туда пройти. Но я так полагаю, что тут телепорт сделал не зря. О, я его даже отсюда уже вижу, если честно. О, опять твари всякие тут. Вон, главное, по-моему, собака. Иди сюда. И надо тебя, кстати, обыскать из всех твоих сородичей. Так, и что? И что? Ничего. А собачье мясо? Вот, собачье мясо можно поутать. Ну-ка, ещё собачье мясо. Где-то телепорт? Он где-то тут был. А вот же он. Да тихо ты, не бычь, псинка. На тебя драгоценный патрон тратить ещё. Ага. Рискнём. Ладно, читалось. Обыскать труп падальщика. Это падальщик всё-таки? Ну да, это падальщик. Чё ты ржёшь? Сонны у нас гости. Какой-то сталкер. Видишь, прямо на нас. Что с ним будем делать? Ладно. Так, а чё надо сделать? На тебя пойти? Давай. А, понял. Так, хорошо. Я думал, это выход уже. У него, видимо, тут пром был какой-то, очевидно. Я не знаю, ладно. Последние контакты. Заблокированы карты маршрутов. Личные данные. О, придурки сталкернутые. Твою ж мать, я уже шестой день, бля, торчу в этой аномалии. Посадь мне сталкерня, что попадает в аномалию. Валю всех без разбор. Ричных оборуженно собирал и продать. Нужно срочно барыгу искать или выходить за тышняги. Нужно пройтись, осмотреться. Вдруг чё-то интересное найду. Спустя буквально три часа. Ого. Хочу искал прям. Подошёл к сараю, там сталкерня. Валить их не стал? Много слишком там фраеров. Сказал, мол, что вольник я. Если бы они знали, кто на самом деле. Поживу пока с ними. Хабаром с ним делиться буду. Войду в доверие. Да там посмотрим, чё с ними делать. Тайничок, чё надо. В общем, лжу с этими фраерами. Но вот лютый этот, меня бесит сильно. Из последних стил держу, чтобы не шмольнуть в него разок-другой. Ну и ладно, пусть живёт пока себе. Самый чёткий хабар, который я с тех же муров снимал и припрятал. Давно у меня не было такого добра. Похвастаться нет кому. Обидно даже. Ну ладно, пойду-ка я ещё раз. Тайничок проверю. На месте ли всё? Так, дешифратор. Да, изменил меня эта аномалия всё-таки. Уже забыл, как это? Быть бандитом. Одно радует, стрять хорошо научился. В общем, завалил я трёх фраеров сегодня. Два наёмника и учёный. В вещах и цигового блока эта хрень. Посредством документов я узнал, что это дешифратор. И что, собственно, с помощью этой хрени можно отсюда выбраться. Ну как? Заныкал я пока его, пока поизучаю уже документы эти. Так, и прочее. Ну, впрочем, малява. На свалку зуб. Короче, интересно мы инфу нашли, конечно. Ну что, лютый? Я нашёл падальчика, он мёртв. Как мёртв? Где-то нашёл его зверь. За забором он, видимо, перешёл через телепорт на севере. Да я так его и нашёл. Да, жаль его. Толком сталкером был. Столько раз он выручал. Не таким уж и толком был падальчик. Кстати, я забыл кое-что сказать. При нём был КПК. Да чё он, зверь? КПК выброси, в нём, наверное, ничего полезного нет. К раз наоборот, там есть довольно интересные записи. Да? Я о чём-то узнал с КПК-падальчиком. Там есть записи о том, что он нашёл какой-то дешифратор, который способен вывести из аномалии. Но он не указал, куда его спрятал. Интересно, нам он об этом ничего не говорил? Зверь, нам нужно таскать этот дешифратор. Думаю, что сейчас это то, что нам нужно. Не беспокойся, я и сам хочу таскать его. Отлично, зверь. Как только будет новая информация о нём, приходи, поговорим. Что ещё было в КПК-падальчика? Падальчик не отдавал вам всё. Самый ценный трофей он куда-то спрятал. А вот куда, я не знаю. Хм, ну это, конечно, ему дело. И так рад, что он нам хоть как-то помочь пытался. Если дёшь его тайник, тощи на базу. Помозгуем. Что с ним делать? Ему-то без надобности уже. Что ещё в КПК было? Сталкеры, которых обыскивал Падальчик, не были мертвы до этого. Он сам их убивал. Ты серьёзно? Вот гадина. Узная об этом раньше, Порошок был встёр. Ну и слава богу, что он сдох. Так ему и надо. Да, скорость кисти показался. Но теперь он мёртв. Эх, вот сволочь. Я ему доверял ещё. Спасибо, что открыл мне глаза. Что-то ещё в КПК этой паскуды. Нет, это всё. Вот возьми его КПК. В нём более подробно всё описывается. Да, много нового Падальчика узнать довелось. Ладно. Тебя тут дубом искал. И вояка наш говорил, что у него к тебе разговор. Иди и поговори с ними. Дай мне побыть одному. Хорошо, пойду поговорю с ними. Так, старый знакомый. Ага, уго. Прочитать. Так, нам по идее надо найти, походу, этот самый тайник его. Давай-ка сейчас я вернусь ещё раз на это место. Кажется, мы там не до конца всё обыскали. Там надо обозрить окресты вокруг его трупа собаки. Нахер, идите, пожалуйста. Вы мне... О, твою мать. Так, и что? А, вот и тайник. Ух ты. Фига себе. Полезно, однако. Так, ладно. А это никак не вскрыть? Засколько весит вообще? 14 килограмм, тонхобаран, 14 килограмм. Неплохо. Я нашёл тайник падальщика. Что же ты обнаружил в тайнике? Патроны аптечки, самый главный контейнер. Он закрыл на ключ. Ключа в тайнике не было. Ага, давай сюда этот контейнер. Я отнесу его шурупу. Может, у него получится вскрыть без ключа. Вот, держи контейнер. Я позову тебя, как только шуруп вскроет этот контейнер. Понял тебя? Так, дай задуй позже. Так, дождаться. И с гем нам нужно сейчас ещё поговорить. С дуболомом мы, в принципе... Он там что-то ещё про кого-то говорил. Москит не хочет, этот не хочет. Резак, наверное, да? Нет, Резак ничего не говорит. У Балда нужна какая-то помощь? Нет, помощь не нужна ему никакая. Так, а Москит? А это Маркус, точнее. А ты? Бывай. Ну, остался, получается, единственный... А, военный, точно. Военный что-то хотел с нами там перетереть. Короче, на этом тогда серию закончим вступительную. Посмотрим, как вы встретите. Если я вижу вашу активность в комментариях, там лайков много, то продолжим играть в данный мод. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И ещё увидимся, и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня. Это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня с тобой.